Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите проект УСГЕР на телеканале ЖБЕКЖОЛА. И мы приехали в Тимиртал. Надо отметить, что сегодня довольно суровая погода. Дует серьезный буран, дороги перекрыты, есть и мороз. Мы выбрали этот день для приезда в Тимиртал, наверное, не случайно. Город тоже достаточно суровый, но мы люди отчаянные, не сдаемся, поэтому я думаю, что здесь у нас все получится. Итак, смотрите проект преображения УСГЕР в Тимиртал. Итак, за моей спиной одна из центральных точек города – это монумент металлургам, людям очень тяжелого, отважного труда. С нынешнего, 2024 года, завод «Кормет» носит свое прежнее историческое название – «Карагандинский металлургический». Наконец-то здесь сменился хозяин, и наконец-то появились надежды на светлое будущее. Надо отметить, что «Кормет» – это один из самых крупнейших металлургических комбинатов и металлургических производств в мире. Точнее сказать, он занимает второе место в мире. И, казалось бы, второе место в мире – большие залежи руды. И люди, которые живут в этом городе, сами металлурги, шахтеры, их семьи, их жены и дети должны жить, ну, если не в шоколаде, то, по крайней мере, хорошо. У них должны быть достойные условия жизни и труда. Но, тем не менее, весь прошлый, 2023 год, из Тимиртау мы слышали только сводки. Новостей не очень позитивных. Одна из самых последних и ужасных – это трагедия на шахте, когда погибло более 40 горняков. Кроме того, здесь взрывался газ в жилых домах, не было отопления, не было воды. И вот 2024 год наступил, и вместе с ним пришла большая надежда. Героиня нашей программы, Жадыра, которая живет и трудится здесь, в Тимиртау, также пострадала в одной из таких аварий в ее квартире, то есть в ее доме, доме, где она жила, взорвался газовый баллон. Это произошло в марте 2023 года. До сих пор эта ситуация не разрешена, до сих пор достойного жилья Жадыра и ее семья не получили. Но давайте сейчас встретимся с ней, поговорим и с первых уст послушаем рассказ об этой трагичной истории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Сексин Ваева, жадра Женспековна. В 99-м году приехала в город Тимиртау. Окончила Коранецкое государство в университете в 90-х годах. Работала учителем в 2007-2008 годах. Пришлось мне поменять профессию. Думала долго, чем бы заняться. Потом я прошла курсы, шитья. Эти курсы мне очень помогли. Хочется поменять стиль. Мне не нравятся такие яркие, через чур она и не идет мне. Ну, такой офисный, модный. Вот так хотела бы. Ох, как же я рада зайти сюда с мороза и бурана. На самом деле, сложная погода на улице в Тимиртау. Но вот я пришла. Это торговый дом, в котором работает наша героиня. Но здесь, как я понимаю, кроме торговых площадей, есть еще и разные мастерские. Вот она работает в реставрационном швейном цехе. Давайте зайдем и посмотрим, познакомимся. Вот она, наша героиня, Жадра Сексимбаева. Здесь вы работаете, да, Жадра? Вообще у меня, я учитель-репетитор. В основном я обучаю индивидуально детей. Языку, да? Вот вы сами по специальности кто изначально? Я педагог. Педагог. Педагог, да? Но вы закончили курсы дополнительные. Дополнительные курсы. Много курсов. Дополнительные навыки, да, получили. Потому что вы учите хорошо читать. Я бы не сказала это так. Скорочтение это называется. Вы учите их, в принципе, читать, да? И здесь шьете. А давайте подсчитаем, сколько курсов вы прошли все-таки. И какие это курсы? Скажите, пожалуйста, Жадра. Скорочтение. Скорочтение. Да, потом. Шить курсы проходили. Шить курсы. Ну, это когда-то было. Давно. Кассиров. Курсы кассира. Как надо делать калькуляцию, вот, например, калькуляцию продуктов. Продуктов, товаров, да, которые продаете. Калькуляцию ткани. Вот это все нам нас обучали. Ну, вот мы очень рады. Как пример позитива, стремления к знаниям. К знаниям сегодня у нас Жадра, наша героиня. Давайте с вами переместимся в удобную комнату, чтобы посидеть, поговорить. По поводу квартиры расскажете. Вы живете вообще в этом районе, да? Да, я недалеко отсюда. Мы жили. Квартира наша. И такая ситуация случилась, через нас выселили. Ну, у вас взорвался газовый баллон. Не в наши квартиры, а вот в соседей. Они сдавали квартиру, и халатные отношения – это человеческий фактор. Это хорошо, что вот государство вот так к нам предоставили квартиру, то есть оплачивают компенсацию. Квартиры во всем подъезде выстрадали? Не все пострадали. Мы выше живем, а нижние этажи – да. Вот когда мы про файл снимали, вы плакали по поводу квартиры? Ой, я сама по себе такая эмоциональная. Эмоциональная, да. А что, какие переживания у вас вообще жизненные? Чем-то не удовлетворены? Наверное, да. Да? Хотелось бы больше реализации? Да. Ну, это такая стандартная для нас, для женщин ситуация, когда нам кажется, что мы не реализовали, что у нас в жизни не получилось. Наши слезы по этому поводу – это ерунда. Так ведь? Самое главное, вы понимаете, что здоровье ваше, близких и родных людей. Поплакать тоже полезно. Нормально. Хорошо, ладно, давайте о ваших планах. Ваши планы. У вас есть все-таки две впереди хорошие перспективы, когда вы вернетесь, надеюсь, в свою обновленную квартиру. Да, да, да. А второе – это ваш сын. Да. И еще что? О чем мечтаете? Мне, знаете, вот то, что вот я делала, да, вот это скоростение, вот это вот. Мы открыли детей, я обучаю. Сейчас мне это уже, знаете, мне кажется, это мало, мне надо дальше идти. У меня большие планы были. После того, как вот это случилось, у меня вообще вот с квартиры все это. И я говорю, нет, что-то все равно надо менять. У меня я строила, о, все школы буду, это. Я хочу вам сказать, что мысли о своем бизнесе, о каком-то детском центре или детских курсах вы не должны оставлять. Вы должны к этому четко идти и планомерно. Не переживайте, и никакие там вот эти большие проблемы не должны вас сбить с этого пути. Хорошо, договорились? Да. Ну что, сейчас мы пойдем на преображение, встречаться с психологом. В общем, планов у нас сегодня очень много, и я надеюсь, у нас все получится. Наша любимая рубрика – это разбор гардероба героини. Сейчас мы будем ваш гардероб разбирать. Это вот вещи, которые вы обычно носите каждый день, да? Да, почти, да. Я здесь смотрю, вы любите закрытое горло, да? Да. Есть у вас вот такая вот блузка-водолазка и есть туника. Да. А обычно простой водолазки у вас нет? Трикотажный простый. Трикотажный, да, простый. Да, наши я очень часто. Здесь она вот эта вот, например, как бы и блузка, и водолазка из-за того, что вот есть гипюровые рукава. Это вещь такая сложная, немного романтичная и не совсем, мне кажется, в вашей стилистике, потому что вы все-таки предпочитаете более деловой стиль, да, более строгий, нежели романтику, да? Да. А вот эта вот, например, вещь, она очень длинная, да, вы, наверное, ее носите с брюками, да, вы же как платье носите. Хотя молодая девушка это могла бы использовать как платье. Да, да. Поэтому я вот, например, бы порекомендовала вот такой вот фактуры вам водолазку, но покороче. На каждый день носить. В этом бы вы смотрелись бы более гармонично и ваша фигура смотрелась бы выигрышно, потому что из-за того, что она длинная, а вы у нас невысокая, и она еще больше вас укорачивает, ваш рост. Ясно. Хорошо. Так, это у вас спортивное платье, да, спортивного кроя, как толстовка, как худи, да, и вы носите с ремнем, да? Это платье хорошо вашу фигуру балансирует, этот прием классный, вы можете его использовать и в деловом стиле. У вас есть здесь спортивная одежда, вы, наверное, любите спортом заниматься, да? Да, сейчас приходится, да, надо. Для здоровья, да? Чем вы занимаетесь? Йога, люблю заниматься бегом, когда тепло, весной, летом я стараюсь рано утром пробежки делать. Здорово. Наверное, вы в этом костюме делаете пробежку. Классно. Мне нравится ваш костюм, ваша любовь к спорту. Да. Ну что ж, мы закончили наш разбор гардероба, я ничего такого делового в вашем гардеробе не нашла, поэтому будем над этим работать. Девушка, можно интервью взять у вас? Вы здесь местная, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы же знаете, что сейчас сменился, собственно, как в комбинатах. Вы, ну, какие ваши надежды на 2024? Ну, надеюсь, будет процветание. Поднимем наш комбинат с ног. Да. Не знаю, но я верю в самое хорошее. А вы на заводе работали? На кормите? Работал. Да? Ну, скажите, как вот надежды на будущее? Скажите, пожалуйста, какие надежды? Все-таки сменился собственник? Собственник сменился. Будем надеяться, что будет все хорошо. Угу. Мы пожелать, чтобы все в новом году было, все хорошо. А что-то пообещали уже? Что пообещали? Ну, вот собственники говорили по телевизору. Я ушел на пенсию. Вы пенсионер, да? Сегодня я 42 года отработал на этом комбинате. Так что... А кем работали? Ну, всякие были. И с механиком, и с лесом. Все было. Вся работа? Ну, то есть вся основная работа, да? Ну, думаю, что все будет хорошо. Вы вообще здесь живете всю жизнь? А работали на кормите? Нет. Я медработник. А, медицинский работник. Но все равно связаны. А что вот надежды связаны с сменой собственника? Я считаю, что не будет плохо, не хуже, наверное. Я так считаю. А там дальше посмотрим, какие у него планы там будут. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Главное, чтобы было все хорошо, и нам хорошо будет. Будет завод, и будем мы существовать. Не будет завода, и... И жизни нормальной не будет. Что пожелаете казахстанцам? Ну, я же говорю, что это мирного неба над головой. Самое главное – это здоровье. И мирного неба над головой. Чтобы вы жили дружно. Да. Я очень люблю Казахстан. Жадран, добрый день. Я очень рада видеть вас. Очень рада тому, что вы готовы к преображению, своему внутреннему преображению. То, что происходит у нас внешне, это одно. Но когда мы начинаем меняться внутри, это совершенно другое. Сейчас, в нашем мире, в сегодняшней нашей жизни, самое важное – это мышление. Насколько мышление у нас соответствует нашему образу жизни, это уже зависит от нашей внутренней наполненности. Скажите, пожалуйста, вот вы такая молодчина. Я восхищаюсь людьми, которые идут всегда в развитие. Я восхищаюсь людьми, которые действительно хотят этого. Скажите, есть у вас какой-то внутренний такой запрос, который бы вам хотелось проработать? И понять для себя именно то, что не дает вам наслаждаться этой жизнью целиком и полностью. Мне так кажется, что у меня низкая самооценка. То есть где-то пропускаешь, где-то что-то недоговариваешь, где-то что-то думаешь, а не надо. Ну, то есть это очень мешает. То есть низкая самооценка себя всегда тянет назад. Самооценка в роли каждого человека, она действительно, она играет очень важную роль. Потому что для того, чтобы нам понимать, какая у меня самооценка, низкая, высокая, адекватная, неадекватная, мы должны прежде всего задать вопрос вовнутрь себя. Хотите, чтобы у вас была высокая самооценка? Да, конечно. Вы уже сделали большой шаг для этого. Вы поверили в себя и захотели идти дальше. Какая бы в данный момент у вас не была самооценка, вы должны всегда верить в себя, стремиться идти вперед, проявляться в других ситуациях именно с такой точки зрения, когда вы понимаете, что вам это надо. Я другой уже не буду. Можно быть просто умным на уровне книг, да? А быть мудрым – это начать применяться своей мудростью. И тогда будете получать желаемый результат. Каждый из нас в этой жизни получает то, чему позволяет произойти в своей жизни. На сегодняшний день вы позволили случиться в вашей жизни апгрейд. Происходит апгрейд во всем. В сознании, в умышлении, в преображении, во всем. И вы большая молодец, потому что все, что делается, все делается только к лучшему. У вас есть еще какой-то вопрос внутренний, может быть, что-то бы вы хотели проработать? Самый основной был вот это. Я ответила на ваш вопрос. Вы большая молодец. Вы идете, идите дальше. И всего вам только самого-самого хорошего в этой жизни. Искренне вам желаю. Благодарю вас. Я рада очень. Спасибо вам. В одном из уютных ресторанчиков города Тимиртау мы сейчас встретились с психологом Натальей Беляевой. Добрый день, Наташа. И с стилистом Айнель Турарбековой. И вы смотрите проект «Тусть Гер» на телеканале «Жебек Жола». Итак, Айнель и Наталья. Запрос ЖДР – это, в общем, такое хорошее, светлое будущее, ее самореализация. Потому что, знаете, самое удивительное было то, что когда мы только начали брать интервью у ЖДР, когда мы стали говорить с ней, она сразу же стала плакать. Плачет, плачет, не останавливается. Но при этом, что за проблема? Что произошло? Может быть, какая-то трагедия? Может, какой-то такой несчастный случай? А вот очевидно, четко мы понимаем с самого начала программы, и поэтому мы и приехали. Это то, что ее квартира сгорела, будем так говорить, когда был взрыв газового баллона, год назад, в марте 2023-го. Но вместе с тем ЖДР говорит не по этому поводу, плачет. Вообще какие-то слезы, знаете, у нее просто о судьбе, как говорится. Вы увидели, услышали это, да? Да, конечно. В процессе терапии, которая у нас происходила вместе с ЖДР, дело в том, что у ЖДР очень такой ярко выраженный внутренний надрыв. У нее душевное состояние такое, знаете, она как на срыве. Она хочет нового, она хочет перемен, она хочет каких-то изменений в своей жизни. И она при этом, она сохраняет оптимизм, она знает, зачем она это делает, не унывает, но она не может справиться внутренне с собой. И когда в терапии мы с ней прорабатывали, здесь встал такой вопрос, вопрос низкой самооценки. Она с чего-то взяла, что мнение других, оно должно отражаться на ее жизни, чтобы жизнь ее складывалась таким образом, чтобы хорошо говорили о ней, чтобы все было хорошо, чтобы все было хорошо в семье. Но когда мы с ней проработали... А что, это не важно, что ли? Это важно, но прежде всего должно быть свое собственное мнение. Ты должна быть уверена прежде всего в себе. Уверенность – это вера в себя, вера в свои мысли, вера в свое сознание, вера в свое мышление. И когда ты знаешь, чего ты хочешь, когда ты четко уверена в том, что ты делаешь правильно, тогда и меняется все в твоих жизненных условиях. И ты спокоен вне зависимости от того, что там о тебе думают и говорят. Конечно, конечно, конечно. Вот откровенно говоря, мы с Айнелли, я вот в частности в процессе долгого разговора с ней, я поняла, что она связывает свое будущее с сыном, с его будущим местом работы. Она надеется, что он, может быть, за границу поедет, будет жить хорошо, и тогда она как-то выберется из какой-то сложной жизненной ситуации. Мне кажется, лично я всегда считаю, что это неправильная позиция. Перевешивать свои проблемы на детей. Что считаете? Я думаю, что то мышление, в котором она находилась при общении с вами, я думаю, она поменяет свое отношение к этому вопросу, потому что здесь она поняла одно, что я на первом месте. Это не теория позитивного эгоизма, это когда нужно позаботиться прежде всего о себе, как, знаете, как в том самолете. Оденьте маску сначала себя, а потом ребенку. Она поняла это, что если она проработает свое состояние, если она проработает сначала ту жизненную позицию, в которой она оказалась, то тогда это будет автоматически откроется путь для ее ребенка, а в него она верит. А что касается внешнего вида? Внешнего вида, она хочет деловой стиль, так как она преподает детям, естественно, она общается еще и с родителями этих детей, поэтому мы сделаем так, чтобы ей было комфортно и в работе, и чтобы она себя чувствовала уверенной женщиной. А как ты сейчас ее оцениваешь? Мне кажется, она неплохо выглядит. Она хорошо выглядит, но нужно все равно... Поработать, да? Ну, хорошо, спасибо большое, я желаю вам удачи. Наташа, очень прошу вас поработать, даже дару еще. И тебя, Инель, желаю удачи, чтобы выглядела наша героиня прекрасно. Айнель, объясни мне, что это за вещи и почему ты их здесь собрала сейчас? Потому что, Айгуль, сейчас я вам представлю рубрику по формированию базового гардероба. Здесь у нас 13 вещей, которые должны быть у каждой женщины в гардеробе в осенне-зимнем периоде. Давайте начнем с платья. Это у нас базовое трикотажное платье, которое всегда выручат в любой ситуации. То есть если вам нечего надеть, вы можете вот такое платье взять и пойти на любой мероприятие. И как-то его украсить, например, да? Можно его украсить украшениями яркими, сверху накинуть жакет, надеть сапоги высокие или же ботильоны, и платок, ремень я бы еще добавила. Да. Здесь у нас есть 4 низа и 8 верхов. То есть всегда верхов должно быть на 2-3 больше. Это вот кожаная юбка, и мы на нее можем нанизывать все верха, и у нас будут получаться различные образы. Например, это может быть базовый топ и сверху жакет. Окей. Хорошо. Также классно смотрится с трикотажем. Можете накинуть джемпер, можете накинуть свитер, или же, например, надеть рубашку и сверху накинуть кардиган. Отлично. С джинсами тоже? Тоже. Например, лонгслив, и можно сверху тоже кардиган. Да. Супер. Отлично. Сами по себе вещи кажутся такими скучными, а когда мы собираем такие образы, они становятся интересными. И заметьте, что все вещи, они простые и лаконичные. Здесь нету никаких лишних деталей. Логотипов, деталей. Да. Это хорошо или плохо, когда вещи простые? Это хорошо. У нас же сейчас в моде тихая роскошь. Это когда нету никаких логотипов, когда все чистенько и хороший кровь. Также это могут быть классические черные брюки. И эти черные брюки мы можем носить с любым верхом. Это может быть белая водолазка. Белая водолазка, какая она приятная. Да. Сверху любого низа мы можем накинуть этот вот жакет. Здесь вот, смотрите, черная пуговица, поэтому и с черными брюками тоже хорошо будет. А не смотрится ли это уж совсем страшненький, этот коричневый цвет? Нет. Смотрите, если он будет... Можете выдержать? С белой водолазкой она будет освежать этот образ. Посмотрите. Да. И красивое сочетание тоже цветов получается. Я не знаю насчет красивого. Как вы понимаете, дорогие зрители, я люблю все яркое. Вот, например, вот такое желтое платье, да, поэтому я не соглашусь с тем, что вот только... Ну, это база, да? Это база. Вот, смотрите, если вы купите какую-нибудь яркую блузку, вам нужна будет вот эта вот база, с которой вы ее наденете. И мой вам совет, дорогие женщины, прежде чем идти за покупками, сначала сделайте ревизию своего гардероба и посмотрите, есть ли эти базовые вещи в вашем гардеробе. То есть это сначала вы смотрите вверха, это может быть рубашка, топ, лонгслив, водолазка. Или же еще у нас есть верхний слой, это джемпер, это свитер. С высокого горловиной. Да, с высокого горловиной. Еще это у нас кардиган и пиджак или жакет. Да, ну пиджак или жакет, хорошо. И также у нас по низам это юбка, брюки, джинсы. И, конечно же, платье базовое. И после того, как вы сделаете ревизию гардероба, если что-то не хватает, вы это пишете в свой шоппинг-лист и идете за покупкой. После того, как вы сформировали ваш базовый гардероб, можно уже его усложнять яркими вещами, сложными вещами. Далее вы нанизываете на это все украшения, аксессуары, красивую сумочку, обувь, и у вас будет прекрасный стильный гардероб. Спасибо большое, Айнель. Это действительно очень информативно. Вы смотрите «Уэсгир» на «Жебек Жола». Один восточный философ как-то сказал, «Вчера я был умным, поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал намного мудрее, поэтому я хочу менять самого себя». Дорогие друзья, вы смотрите проект «Уэсгир» на телеканале «Жебек Жола». Мы вместе меняемся к лучшему. Сегодня наша героиня – прекрасная жидра из города Тимиртау. В общем, такая замечательная, красивая наша героиня – жидра, в которую мы всей съемочной группой влюбились. И после нашего преображения она очень поменялась. Сейчас вы все увидите сами и о преображении. Айнель, добрый день еще раз. Как тебе сегодняшняя наша героиня? Мне очень приятно было с ней поработать, потому что она очень мягкая женщина, ни к чему не сопротивлялась. И полностью нам доверилась. А бывали у нас такие героини, да, которые сопротивлялись? Да, которые командовали, говорили, как нужно, что нужно делать. Единственное, жидра боится, что будет слишком ярко, но думаю, ей понравится. Ну, я думаю, что не очень ярко, я думаю, что понравится. Хотя и ярко, и макияж, и яркие краски в одежде ей тоже, мне кажется, идут. Ну что ж, Айнель, спасибо тебе за работу. Сейчас мы уже увидим жидру. А давай, пока ты иди за ней, я поговорю с родными и близкими, которые пришли жидру поддержать. Ну что ж, момент преображения настанет буквально через несколько минут, а сейчас со мной в студии болельщики, самые близкие, одни из самых близких людей нашей дорогой жидры. Итак, с нами здесь сын жидры, Багдад. Привет, Багдад. И ее подруги. Меня зовут Жанура, я знакома уже более 10 лет, и я очень ее поддерживаю и рада, что она на пути к таким изменениям. А как вы знакомы? Вы работаете вместе? Мы работаем вместе, да, в ателье. Познакомились, получается, в шейном ателье. Да, ну, молодцы. Ну, главный герой, наш поддерживающий, сегодня целый день ходил рядом с нашей съемочной группой, это Багдад, гордость, любимица, надежда, любимый-любимый сынок Жадыры. Как настроение? Настроение отличное. Я очень рад видеть маму такой счастливой. Да? Да. А когда ты последний раз видел ее счастливой? На самом деле у меня мама очень позитивный человек, очень оптимистичный. Ее на самом деле очень сложно найти в таком ситуации, когда она будет, ну... Грустить. Грустить. Ну, спасибо большое. А давайте вы возьмете свои цветы, которые подготовили, да, для мамы, для Жадыры. Ох, красивые цветы, какие яркие. Сегодня у нас все яркое, несмотря на снежный январь, все ярко и красиво. Итак, давайте встречаем Айнель Жадыра. Заходите, мы ждем вас. Вау, красавица. Повернитесь, повернитесь, не стесняйтесь. Очень элегантная женщина. Итак, же драмы готовы. Свет в моем зеркальце скажи. Раз, два, три. Так, поздравляйте маму, поздравляем. Да. Супер, классно. Какой-то приятный, приятный момент. Мамочка с сыночком. Очень красивая. Очень красивая, шикарная женщина Жадыра. Да, посмотрите, пожалуйста, еще в зеркало. Ну, посмотрите на себя. Как вам, великолепная женщина, у которой все лучшее еще впереди? Не узнали себя, правда? Да. Ну что же, Драма, мы очень рады. У нас сюрпризы еще не закончились. И тем не менее, мы сейчас хотели бы, чтобы вы поделились нашими зрителями своими эмоциями. Как для вас прошел весь этот процесс преображения? Я очень счастлива. Спасибо команде, которые сегодня работали над моим преображением. Спасибо Айгуле Ханому особенно. Я очень рада, что есть такая передача. Жадыра, у нас есть для вас еще один сюрприз. Это еще один образ. И он такой более комфортный, зимний, да, что ли? Каждодневный. Каждодневный. Этот будете носить весной, может быть, на какие-то праздники, а тот более кэжуал. Давайте пойдем переодеваться? Окей. Итак, мы подготовили второй образ для нашей героини. Он такой теплый, нежный и в то же время уютный. Светлые цвета всегда освежают лицо, поэтому такая яркая, лучезарная. Давайте же, Драб, проходите к зеркалу, посмотрим на себя. Как вам? Я не узнала себя еще раз. Ну, в общем, ничего здесь такого необычного вроде бы нет. Но вы такое не носили никогда. Я как-то была у Метова, и она мне несла, и я думала, кардиганы у нее не идут. Это вообще... Почему же не идут вам кардиганы? Вот тот не так, а этот вообще необычный. Я вообще не чувствую, действительно. Шикарная женщина, королева. Очень вам идет, смотрите. Наша героиня Жидера сказала о том, что чувствует себя стройной, изящной, красивой. Это так? Да, очень. Этого мы и добивались. Я думаю, что эти дни нашего с вами общения вы запомните надолго. Конечно, очень даже. И будете вспоминать нас. Прямо у меня, знаете, я свои слова не могу. Словами выразить. Выразить словами благодарности. Я очень прямо рада. Такое впечатление мне подарили сегодня. Спасибо вам. Айнель, тебе как? Все понравилось? Мне очень понравилось. Особенно реакция Жидры. Это всегда бесценно. Искренняя реакция наших героев, она всегда бесценна. Дорогие наши зрители, мы и вам желаем меняться только к лучшему. Пусть в вашей жизни случаются положительные перемены. Это был проект «Тоисгер» на «Жбек Жула». Меняемся к лучшему вместе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok